Информационно-профилактический проект «Поговорите с доктором» Встреча с известными медиками Оренбуржия На ваши вопросы отвечают врачи разных специальностей Каждая программа – диалог на заданную тему Ваши вопросы авторы проекта получают на сайте центропрофилактики.рф И передают их ведущей Софье Ковалевской Мы говорим о самом важном – о том, как сберечь и приумножить здоровье Добрый вечер! Я рада вас приветствовать на площадке онлайн-проекта «Поговорите с доктором, организаторами которого выступают Региональное министерство здравоохранения И Оренбургский региональный центр медицинской профилактики Сегодня наш гость, пожалуйста, знакомьтесь Главный кардиолог регионального Минздрава Юлия Владимировна Золотова Добрый вечер! Мы будем говорить сегодня о профилактике Сердечно-сосудистых заболеваний в период распространения коронавирусной инфекции Знаете, Юлия Владимировна, судя по огромному количеству вопросов Наша аудитория, эта тема очень и очень многих волнует И прежде чем мы будем отвечать на конкретные вопросы Тех, кто написал свои претензии, споры и просьбы разъяснения Значительно раньше этого выпуска Я предлагаю быть конструктивными и серьезно ускоряться Но начнем, тем не менее, с таких вот общих вопросов Мимо которых не может пройти никто Вот какова тенденция по сердечно-сосудистым заболеваниям В последнее время в Оренбургской области Как раз-таки в связи с пандемией? Тенденция, конечно, к увеличению смертности от болезни системы кровообращения Здесь много причин Одна из причин, что новая коронавирусная инфекция Увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний За счет тромбозов сосудов Поэтому выросли незначительно инфаркты миокарда Острые нарушения мозгового кровообращения Но в общем идет тенденция к улучшению ситуации По сравнению с прошлым годом Это связано и с организацией региональных сосудистых центров То есть центров, которые помогают нашим пациентам В этих острых ситуациях Они работу свою не прекращали в течение 2020-2021 года Поэтому мы видим положительные тенденции По уменьшению смертности от инфаркта миокарда Но высокие болезни системы кровообращения В связи с тем, что, конечно, амбулаторная помощь Большинству пациентов была приостановлена В связи с тем, что большие силы Врачебные и сестринские Были брошены на борьбу с ковидом Поэтому врачи работали в ковидных госпиталях И, конечно, поликлиники пустовали в плане врачей И действительно было не попасть Но сейчас ситуация налаживается Сейчас ковидные госпитали закрываются Поэтому сейчас будет возобновлена и плановая диспансеризация И появилась диспансеризация пациентов После перенесенной инфекции То есть это все направлено на выявление Старых, скажем так, обострение старых заболеваний Выявление новых болезней Которые возникли у пациентов в этот период И просьба обращаться в поликлинике К терапевтам для того, чтобы вы получали данное обследование Ну, Юлия Владимировна, еще раз хочу поподробнее Вот об этом как раз поговорить Вот ваши коллеги разных специализаций Приходят на эфир И глобально все время звучит один и тот же вопрос Сейчас в связи с пандемией коронавируса На нас всем наплевать Например, люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями Могут считать себя заброшенными Потому что к ним никогда не придет помощь Из-за того, что будет оказываться Несмотря на сокращение ковид-госпиталей Вот, скажем, экстренные ситуации Инфаркт миокарда На помощь, ну, явно люди могут рассчитывать? Конечно Во-первых, изменилась работа скорой медицинской помощи Может быть, уже говорили об этом Но к людям с болью в сердце Скорая помощь приезжает, можно сказать, по первому уровню Быстрее всех остальных Быстрее, чем на температуру или какие-то другие проблемы Поэтому со стороны скорой помощи Чем быстрее вы обратитесь к скорой помощи То есть этот визит медиков в долгий ящик отложен не будет? Нет, конечно С этой стороны вопросов нет Дальше работа врача скорой помощи Уже максимально быстро пациента доставит В региональный сосудистый центр Одним из положительных моментов именно Оренбургской области Является то, что у нас все центры оснащены ангиографами И если пациенту требуется срочно, так сказать, открыть артерию То есть улучшить кровоток коронарный Это тут же будет сделано Поэтому таких областей нет Это опыт Оренбургской области, можно сказать, единственный пока И он... Давайте будем гордиться Да, мы гордимся этим У нас в каждом регионе У нас есть на западе в Базулуке Есть на Востоке даже два центра Это Новотроицк и Ворский центр открытый И в Оренбурге у нас областная больница И больница имени Пирогова Имеют установки ангиографические Для того, чтобы быстро помочь пациенту Причем отказа, опять же, никому нет Чем быстрее пациент попадет в руки этих врачей Тем быстрее им будет оказана помощь Одной из проблем как раз ковида Было то, что люди сидели дома Они боялись попасть в стационар Вообще каким-то образом контактировать Но сейчас проблема эта решена Пациенты, которые имеют какие-то признаки Температуру, либо признаки ОРВИ У них разработана отдельная маршрутизация Как этот пациент попадает в стационар И как ему будет оказана помощь Поэтому все есть у нас Самое главное Пациенте максимально быстро обратиться к врачу Это все, что требуется от нас Потенциально страдающих Вы знаете, вот сколько бы мы ни говорили Сегодня о сердечно-сосудистых заболеваниях Все равно мы будем возвращаться к теме коронавируса Знаете, какой вопрос? А вот этот вирус повлиял ли и мог ли бы повлиять На развитие, скажем, вот инфарктов? Конечно За счет того, что коронавирус увеличивает риск Тромбообразования в сосудах Конечно, увеличивается этот риск Но большое количество людей Которые считают, что на них повлиял коронавирус Все-таки имеют уже у себя какой-то букет заболеваний Потому что на чистых сосудах это возникает редко Но коронавирус помогал, скажем так И мы не отрицаем этого Но для этого есть сейчас препараты То есть согласно рекомендации временных По ведению пациентов с коронавирусной инфекцией Разработаны препараты И самое главное, пациенты после инфекции Могут получать их бесплатно Но опять обратившись в поликлинику Мы все зацикливаем на поликлинике Без нее мы никак И это справедливо и объективно Я просто сейчас сижу и думаю Как было бы прекрасно, если бы С главным кардиологом регионального министерства Мы говорили бы о разбитом сердце от любви Или о вскипающей крови, страсти и нежности в сосудах Нет, опять про коронавирус Вот люди спрашивают Ну вот общий свод вопросов посмотрела Можно ли тем, у кого есть проблемы С сердечно-сосудистыми заболеваниями Все-таки делать прививку Или лучше ограничиться в этом желании На самом деле Противопоказаний из сердечно-сосудистых заболеваний К вакцинации от коронавируса Есть только временные Как звучит это в рекомендациях В течение двух-четырех недель После обострения хронического заболевания Либо после острого состояния То есть этот период временный ограничен месяцем И затем, пожалуйста, любой пациент может пойти в поликлинику И сделать ревакцинацию или вакцинацию Для того, чтобы себя защитить На данный момент других лекарств у нас нет Плюс, конечно, пациент, который знает о том Что у него есть такое заболевание Должен принимать таблетки Без таблеток мы никуда Мы не сможем всех пациентов вылечить хирургически Все-таки основное лечение у кардиолога – это таблетки И сейчас есть такие препараты Которые превосходят даже по своей эффективности Вот такие хирургические методы Юлия Владимировна Конкретные вопросы тех, кто очень надеялся Пообщаться с вами На предмет своих состояний Первая от Натальи пусть будет После прививки Вот подхватили тему сразу После прививки от коронавируса Буквально через несколько дней Мужа увезли с инфарктом Ответьте, пожалуйста Могла ли та самая прививка стать причиной этой болезни? Ответить однозначно на этот вопрос сложно У инфаркта бывают разные типы Один тип, когда есть атеросклероз сосудов И это самый распространенный тип Когда атеросклеротическая бляшка разрывается И на ней формируется тромб Конечно, коронавирус здесь помогает Потому что в крови есть все к тому, чтобы способствовать Более быстрому образованию этого тромба И, естественно, развитию клиники у данного пациента Бывает инфаркт на чистых сосудах Когда именно инфаркт происходит За счет тромбоза чистого сосуда Но это мы определить заранее Без проведения коронарографии не можем Поэтому независимо от того Какой тип инфаркта Какой предшествующий анамнез у нашего пациента Лечение у пациента будет одинаковым Поэтому здесь, можно сказать, не очень важно После чего это произошло Самое главное вылечить пациента Вот в момент острого состояния Препараты одни и те же Независимо от того, какие у него сосуды Ну, я-то думаю, что у Натальи такой скрытый вопрос Что вот все-таки, да Это вот прививка спровоцировала инфаркт моему мужу Ну, конечно, в обществе сейчас Очень многие связывают свои проблемы Именно с прививками Но если детально начинать разбираться На самом деле большинство пациентов болели Ну, букетом, можно сказать, заболеваний И до этого, но просто не обращали внимания А когда сделали прививку Вдруг стали у себя находить кучу проблем Это так Которые связывают именно с вакциной Но пока таких явных, четких доказательств того, что Большинство заболеваний связано с вакцинацией нет Ну, Наталья, дорогая и чудесная Наталья Я надеюсь, что помощь вашему супругу пришла вовремя И мы желаем ему полнейшего выздоровления И здоровья на долгие-долгие годы вперед По курсу у нас вопрос Ирины Сергеевны Слышала, что при коронавирусе Нельзя пить некоторые таблетки от давления Подскажите, пожалуйста, какие Я принимаю лазертан Я тоже пью таблетки этого ряда На самом деле В начале, когда коронавирус Был такой неизвестной инфекцией И никто не знал вообще, что с ней делать Все знали, что это вирус Что он относится вот к этому классу вирусов Но как он проявляется, мы не знали Ведь если вспомним, то препараты для разжижения крови И вот при коронавирусной инфекции Стали применять не сразу Только через некоторое время обратили внимание О том, что коронавирус протекает Немножко по другим механизмам Чем обычная УРВИ И только после того, как стали исследовать Появлялись много людей Вот сейчас уже появился новый штамм И мы слышим об этом каждый день Что там новое, там столько человек заразились Появляется все больше знаний И поэтому в начале, когда мы думали Что механизм действия такой И многие препараты могли вступить В взаимодействие с этим вирусом И в том числе группа ингибиторов АПФ И сортанов, к которым относится лазертан Но по ходу жизни поняли, что эти препараты Никоим образом не противопоказаны А наоборот, защита себя от дополнительных проблем В виде лечения гипертонии Приема препаратов для лечения ишемической болезни Дополнительно снижает риски острых состояний Инфарктов и инсультов у наших пациентов Поэтому никаких противопоказаний нет Нужно принимать все, что назначено врачу Улыбаюсь, радуюсь Ну что, Ирина Сергеевна Продолжаем принимать наши любимые таблеточки Нам в помощь Сергей Петрович Удивительно, но у нас сегодня лидирует мужчина Сергей Петрович У меня есть аппарат для измерения давления Пишет он И он еще и пульс определяет Иногда показывает 50 и меньше Не опасно ли это? Знаю, что когда частый пульс, то плохо А если вот такой редкий, низкий Стоит как-то его стабилизировать? Я скажу, почему мужчины интересуются Потому что они болеют на самом деле чаще Женщины обращаются в поликлинику чаще А болеют мужчины, потому что Атеросклероз это чаще болезнь мужчин То, что беспокоится о своем пульсе Да, конечно Нормальный пульс от 60 до 80 И мы немножко расширяем пределы От 50 до 90 К сожалению, не указано, какие препараты принимает Наш пациент Могут быть препараты, опять же Которые урежают пульс Но пульс до 50 В принципе, это нормальная ситуация Если что-то беспокоит Помимо того, что появляется цифра на аппарате Должна быть какая-то клиника Должны быть какие-то жалобы Поэтому, опять же, обратиться к врачу Сделать кардиограмму Посмотреть, что на кардиограмме Есть еще исследование такое Как суточное мониторирование Когда кардиограмма снимается в течение суток А то и трех суток Для того, чтобы понять, что происходит Особенно это важно для ночных нарушений ритма Каких-то проблем, когда человек спит Конечно, это очень сложно поймать А здесь в течение суток идет регистрация Ночью, например, пульс должен урежаться Мы ночью спим У нас снижается давление У нас урежается пульс Но тогда, когда мы просыпаемся У нас активируется организм И пульс может увеличиваться Поэтому для того, чтобы понять И уже объективно ответить Что все-таки с этим пациентом случилось Нужно обратиться к врачу Снять банальную ЭКГ Если там будут проблемы То они будут видны сразу Если нет, требуется дальнейшее дообследование Поэтому пока бояться не стоит Есть люди, которые склонны к брадикардии У них более редкий пульс На самом деле, конечно, чем реже пульс Тем дольше жизнь У черепахи он 30 Вот так? Да, и черепахи живут очень долго Но есть пределы нижние То есть вот 50 Это как раз нижний предел Этого пульса Днем, когда измеряется давление Поэтому, если он частый Действительно, это один из факторов риска Поэтому частый он, редкий Обратиться к врачу Ну, я думаю, что Сергей Петрович Пока еще не общался с докторами И всего лишь был озабочен вопросом Стоит ли обратить внимание На столь низкие пульсы И нужно ли это состояние лечить Мы ответили И потом мы не черепахи Ну и живем значительно меньше Вы удивитесь Ну, теперь Андрей Иванович Андрей Иванович спрашивает Работает ли у нас в области Сейчас кардиохирургическое отделение В областной больнице Как-то слышал, что из-за коронавируса Все закрыли А как же, если нужна будет срочная операция Или будут направлять в какие-то другие города Все отделения в областной больнице На данный момент работают Единственное, может быть Уменьшилось количество пациентов Которые могут госпитализировать больница Но все операции проходят Все пациенты, которые в них нуждаются Их получают Если возникает ситуация экстренная Или, например, есть операции Которые, например, не могут сделать у нас Есть очень сложные операции То есть связь с федеральными центрами Нас соседние, это Челябинск Если будет необходимо То пациент будет доставлен туда Для экстренной операции Поэтому проблем с кардиохирургической помощью И рентгенхирургической помощью На данный момент в Оренбургской области нет И не было Это отделение не закрывалось На самом деле на время ковида Ну прекрасно Мы ответили на вопрос Андрея Ивановича А сейчас Юрий Дмитриевич Скажите, какое давление нужно держать пожилому человеку Возраст Юрия Дмитриевича соответствует 75 годам И плюс к этому сахарный диабет 75 лет Сахарный диабет И вопрос стоит о давлении Каким оно должно быть? Бытует мнение, что с возрастом Давление должно быть повыше Мы так долго считали Но за все это время Пришли к выводу, что давление В любом возрасте должно быть не выше Чем 130 на 80 Поэтому независимо от того 40 лет, 60, 70, 80 Желательные цифры давления Не больше 130 на 80 То, что у нашего собеседника Есть сахарный диабет Это еще больше ухудшает проблему артериальной гипертонии Потому что сахарный диабет Просто поражает сосуды, нервы И сжирает, можно сказать И возникает очень много проблем у пациентов с диабетом Особенно страдают почки Поэтому для пациента с диабетом Цифры давления должны быть даже еще ниже 120 на 80 Поэтому независимо от возраста 120 на 80 130 на 80 Давление надо держать Другое дело, каким способом мы можем этого добиться Если кому-то достаточно соблюдать диету Ограничить соль Ограничить жидкость Увеличить физическую нагрузку То есть изменить свой образ жизни И давление нормализуется То другим надо принимать таблетки Таблеток сейчас очень много Какие конкретно нужны каждому пациенту Подберет врач Только общаясь Имея весь спектр понятия Какие и основные заболевания И сопутствующие Для того, чтобы назначить уже терапию Адекватную каждому человеку В аптеке фармацевт Он может порекомендовать Но он не знает всех проблем человека А тем более подружка или соседка? Конечно Поэтому советоваться в аптеке И на лавочке Вообще не нужно Нужно обратиться к врачу Который посоветует Именно таблетки для тебя конкретно Для этого и нужен врач Вообще мне всегда казалось Что наша сердечно-сосудистая система Настолько хрупка Что вот никакие Самоанализы, самодиагнозы И самолечение Применительно к этому Просто недопустимый момент Вот, женщины прорываются На прием к вам Юлия Владимировна Вопрос Ольги У меня такая проблема Пишет она Мне 36 лет Часто бывает низкое давление При этом головная боль И сильная слабость Есть ли какие-то способы Мне помочь Ну, Ольга молодая женщина Можно сказать По меркам Сегодняшнего времени Низкое давление Никаких рисков Для организма не несет Кроме того Что человеку некомфортно Ей плохо Она жалуется на то Что ей плохо Помочь таблетками Мы не можем Таких таблеток нет Наша основная Все-таки индустрия Это таблетки По снижению давления А помочь мы можем Немедикаментозными способами Назначить то Что мы обычно запрещаем Мы запрещаем соль Мы запрещаем много жидкости Вот здесь как раз Это будет в тему И то, что может помочь Нашей Ольге А второй момент Это физические упражнения Те занятия Даже вот, например, баня Душ Которые стимулируют Организм Общий массаж Который Стимулирующим действием Обладает Для того, чтобы Поднять Каким-то образом Простимулировать Гипотоническая болезнь О которой рассказывает С возрастом проходит Потому что Это нарушенная регуляция Тонуса сосудов Часто это передается По наследству И мама, и бабушка страдала Но с возрастом Такие люди Часто имеют Уже повышенное давление Поэтому Повышать надо Для того, чтобы Не было симптоматики Изменить образ жизни Но за собой Следить Необходимо Ну и прям по курсу Ангелина Хотела бы пообщаться С вами Хотелось бы получить Советы по питанию Ну уж Карты в руки Какие продукты Могут повышать давление А какие наоборот Снижать Что рекомендуете При болезнях сердца Вообще Есть такие продукты Которые могут Его укрепить Я цитирую Ангелину Да, конечно Во-первых Продукты Которые Здесь мы говорим О другом Здесь мы говорим О защите сердца Поэтому мы говорим О том Нужно ограничить соль До 5 грамм в сутки Это цифра Которую вывели Опять же опытным путем Что вот Именно такое количество Надо употреблять Надо не забывать о том Что натрий Это не только натрий хлорид Это соль Но это и сода Которая тоже содержит Себе натрий Поэтому Явно соленые продукты Копчености Они, понятно Содержат огромное количество соли Но и мучные продукты Содержат в себе Огромное количество натрия И они точно так же Могут повышать Поэтому Ограничив Соленые продукты Консервированные продукты Это и рыбные консервы В том числе То есть вы вообще Сейчас нас убиваете Просто Почему? Нет Все вкусное Надо исключить Правильно Потому что Самое вкусное Это жирное Потому что Вкус еде Придает жирные продукты Поэтому все Что вкусное Действительно Не очень полезно Поэтому Можно долго говорить Чего нельзя Лучше скажу Что можно Ну небольшое количество А это употребление Овощей За исключением Картошки Это овощи Так сказать В кавычках На старых Хлебушек Ну да В России Это да Употребление Фруктов Опять же Это не бананы Которые Некоторые считают Что вот Съел бананы И все Нет Это яблоки Это груши Это те Фрукты Которые Растут Именно В европейской Части Скажем Земли Поэтому Употребление Жирной Рыбы Морской Рыбы Та Которая Содержит Рыбий Жир Который В итоге Вытесняет Холестерин Ведь холестерин Это продукт Животного Происхождения Его нету В растительных Продуктах Его нету В масле Подсолнечном Просто потому что Это растительный Стерин Фитостерин А холи Это желчь Это продукт Животного Происхождения Поэтому Те продукты Которые С видимым Жиром Явно Свинина Это Надо убирать Это Утка Это Курица Та Которая Содержит В коже Очень много Подкожный Жир Все это Должно быть Убрано Да Это самое вкусное То что мы Хотим Есть Но Весь видимый Жир Мы должны Убирать Употребление Ну рыбы Еще раз скажу Это рыба морская В большом количестве Вот Средиземноморская Диета Это самое Скажем так Чудесное средство Которое было Изобретено Вопросы Там В большом количестве Употребления Оливкового масла У нас в России Оливковое масло Спокойно Может заменить Подсолнечное Рапсовое Кукурузное То есть Любое Масло Жидкое Которое Заменит Твердые Продукты Животного Просхождения Поэтому Овощи Фрукты В общем Прощаемся Со вкусным Столом С булочками С блинчиками С жареной Хрустящей Уточкой Картошкой Фри Макдональдс И КФС Нам не помогает В этом Ну что делать Такова наша Планита Зато у нас будут Здоровые сосуды И сердце Олег Олег С какого возраста Высокий холестерин Уже считается Опасным И когда его надо Начинать снижать Олегу 32 года Сама проблема Атеросклероза Начинается Уже в подростковом возрасте Потому что Уже у подростков В 12-14 лет Появляются зачатки Атеросклеротической Пляшки Хочется спросить Когда успели вообще В 12 лет Вот Начинается Оттуда С молодости Поэтому Как человек Проживет Свою молодость Как он будет Питаться Какая у него будет Физическая нагрузка С тем он и придет К 40-50 годам У мужчины Это 40 лет Когда Начинается Пик Всех сердечно-сосудистых Заболеваний У женщины Это чуть позже Это к 50 годам Ее защищают гормоны Но 32 года Это Нельзя Опираться На возраст Нужно Опираться На цифры Своего холестерина Нужно Пойти к врачу И сдать Липидный профиль Который включает В себя Общий холестерин И в том числе Холестерин плохой Холестерин Лепротеидов Низкой плотности Для того Чтобы понять Какой он И в зависимости От этой цифры Независимо От возраста Пациента Нужно Врачу Решить Надо ли Принимать Препараты Именно Для снижения Холестерина Сейчас Таблеток Проблемы нет Их много Но Пить их надо Пожизненно Поэтому Если Возникнет Решение О том Что их надо Принимать Их надо пить Очень долго А что происходит Когда Ну просто так На легке Человек Отказывается От приема Забывает И говорит Все хорошо У меня Я больше не буду Как может Выстрелить Организм В этом А вот Когда Пациент Прекращает Принимать Статины Препараты Для снижения Холестерина Бляшка Возвращается В свое Прежнее состояние Она продолжает Накапливать Холестерин И все Те усилия Которые Пациент Приложил За предыдущий Период Их можно Просто свести К нулю Тем Что ты бросил Принимать Это одна Из проблем Лечения Атеросклероза Потому что Он не болит И пациент Не чувствует Необходимости Он не чувствует Ничего Надо ему Принимать Не надо Надо идти К врачу И сдать кровь И только По цифрам Холестерина Мы понимаем Есть такие Заболевания Которые Называются Семейные Гиперхолестеринами Когда Общий холестерин Больше Восьми Это Десять Пятнадцать И выше Причем Эта проблема У детей Уже начинается Вот таким людям Независимо от возраста Уже с детства Назначаются Таблетки Но это Очень редко Встречается У большинства Он просто повышен Если Вы сходили К врачу Определили Свой холестерин И врач говорит У здорового человека Общий холестерин Должен быть Меньше Четырех с половиной Здесь Только Диета По грешности Не даете Пусть пять с половиной Нет Четыре с половиной Для того Чтобы Как раз Жить долго Есть таблицы Даже специальные Для расчета Рисков Значит Четыре с половиной Мы Стартовую Цифру Назвали И дали понять Олегу Что Его возраст Тридцать два года Отнюдь не показатель К тому Чтобы переживать Главное Цифры анализов Так что Сходить к врачу Да Как всегда К врачу Попросить Направление Ну и дальше Уже принимать решение Вместе С вашим Лечащим доктором Оксане Ответим Юлия Владимировна Моей бабушке Поставили диагноз Мерцательная аритмия Сказали Что ритм уже не восстановишь Назначили лекарство А я слышала Что аритмия Может закончиться Вообще инсультом Почему нельзя Ей ритм-то восстановить Бабушке Да моя золотая Всего-то 75 Вот она Любовь что делает Да Ну бабушка Важна в любом возрасте Конечно Раньше действительно Считали Что надо В любом случае Ритм восстанавливать И в тот момент Когда ритм уже Не восстановишь Прямо вот Трагедия На самом деле Сейчас пришли К выводу Что сама форма Фибрилляции Постоянная Или пароксизмальная Не влияет Ни на что А вот на риски Влияет Тромбообразование Которое возникает Как раз Примерцательная аритмия Независимо от ее формы Для того Чтобы снизить Риски инсульта Нужно Принимать Препараты Антикоагулянты Которые Будут уменьшать Количество Тромбов В организме И Возможность Снизить Этот риск Инсульта Есть специальные Шкалы Для определения Риска и тромбозов И риска Кровотечений Эти шкалы Прекрасно знает Врач И определит 75 лет Конечно Риск инсульта Большой И с каждым годом Он все больше Увеличивается Тут как бы Организм стареет Риски накапливаются Поэтому Чем больше лет Тем Даже в большем 100% Пациентам Надо принимать Антикоагулянты И это на самом деле Спасение Не зависящее От формы фибрилляции Валентина Степанова Спрашивает Как часто В течение дня Следует измерять давление Если гипертоник Чтобы не пропустить Высоких цифр Не всегда А действительно Не всегда чувствуется Если уже Человек не ощущает Свои цифры давления Это говорит о том Что гипертония Очень давнишняя И организм К ней привык Мерить специально Давление Ну нет таких рекомендаций Как часто надо мерить Померить можно Утром давление Вечером И в тот момент Когда По самочувствию Да Какой-то дискомфорт То есть какие-то Жалобы появляются Специально вести Дневники Амбарные тетради С цифрами давления Не стоит Потому что Многие обижаются На врачей Что их никто не смотрит А мы ответственные Мы ведем А пациент ведет Мы же сказали Вести этот дневник Он его ведет А врач вот такой-сякой Не смотрит Но Здесь Вопрос в чем Значит Нашему пациенту Не хватает Тех таблеток Которые Пациентки Валентина Степанова Валентина Степанова Ей не хватает Той терапии Поэтому нужно Обратиться К врачу Для подбора Более интенсивной Терапии А может быть И поменять Таблетки Вообще Схему лечения Для того Чтобы жить А не зависеть От аппарата ИКГ От аппарата давления Так Спасибо Вопрос Ларисы Слышала Что боли при Остеохондрозе И инфаркте Практически Одинаковые Как отличить И правильно Среагировать Если остеохондроз Есть А вдруг Еще и сердце Прихватит На самом деле Клиника Остеохондроза И стенокардия Не идентична Нет конечно Она разная Единственное Что похоже Это боли В левой половине Грудной клетки Болит Может быть Слева И притой И притой Но Все таки Если это Острое состояние Инфаркт Или стенокардия Помимо этой боли Есть и другие Жалобы Это может быть И резкий Холодный пот И снижение Давления Или наоборот Повышение давления И появление Одышки Появление Резкой головной Боли То есть Спутать На самом деле Остеохондроз И например Инфаркт Миокарда Очень сложно Но для этого Надо во-первых Свой организм знать Во-вторых Для этого Существует Врач скорой помощи Который Поможет Снять кардиограмму И в этот момент Понять что происходит Ну и принять Правильное решение Да Принять правильное решение Действительно Бывают безболевые Даже инфаркт Миокарды Когда Человек Не ощущает боли Но могут быть Появляться Другие жалобы Но опять Зацикливаться Только на том Что каждый день Инфаркт Не стоит Вопрос от Альбины Он тоже касается Ее любимой бабушки Которой 74 года Она гипертоник Со стажем Пишет Альбина Собирается вместе Со своей подругой Заняться Скандинавской ходьбой Можно ли ей В таком возрасте И при ее давлении Вот это я понимаю Прямо Примерно подражание Да, скандинавская ходьба Она очень популярна В последнее время Опять же Возраст Не является ограничением К физической нагрузке Бывает Пациенты в 60 лет Сложно выполнить Какую-то физическую нагрузку А бывают люди В 80 лет Которые могут себе позволить Пойти в горы И заняться Каким-то Другим физическим трудом Поэтому Сам возраст Ограничением Не является Какое функциональное Состояние организма Что может сделать Ваша бабушка Если она в состоянии Пройти хотя бы 500 метров Без возникновения Жалоб В виде болей в сердце Одышки И так далее Туда пожалуйста Еще одной Проблемой является Учащение пульса При физической нагрузке Если пульс При физической нагрузке Не увеличивается Выше 110-120 То такая физическая нагрузка Подходит Нашему пациенту Если чувствуется Дискомфорт Или просто Становится плохо То конечно Ни о какой скандинавской ходьбе Мы речь не ведем То что плохо Организму пользы Не принесет И насильно Заставить себя Вылечиться Нельзя Еще одна Ну можно сказать Проблема Подобрать эти Палки для скандинавской ходьбы И есть еще Определенная методика Этой скандинавской ходьбы В этом нам поможет Центр профилактики Он сможет нам рассказать Как этим заниматься Либо Врач лечебной физкультуры В поликлинике По месту жительства Он расскажет И поможет Правильно Их подобрать И заниматься Да Я знаю Что в областном центре Медицинской профилактики Целые группы И поклонников Скандинавской ходьбы И мне кажется Что это вообще Такой довольно Щадящий метод Улучшить свое состояние Особенно хорошо Когда ты вдвоем С кем-то идешь Желательно Не отвлекаться На разговоры Только при этом Альбиночка Ну все что могли Дали вам информацию Бабушке Большой привет И пожелание здоровья Давайте и не ответим Сейчас очень много Говорят о постковидном синдроме Какие последствия От ковида Могут быть Со стороны Сердца и головы И как их лечить Постковидный синдром Очень разнообразен И все зависит От многих Положений И от количества Пораженной ткани И от функционального Состояния организма Конечно постковидный синдром Он очень серьезно Подорвал у очень многих людей Силы организма Но сейчас есть возможности Для восстановления Он действует и на головной мозг И действует на сердце На сосуды Но сейчас разработаны И системы реабилитации Наш центр медицинской реабилитации Областной И в некоторых санаториях Есть программы Реабилитации пациентов После ковида Для того Чтобы восстановить Силы организма Ведь он действительно Хлещет Просто По всем органам Относиться к этому Стоит Спокойно Со временем Это все проходит У кого-то раньше У кого-то позже Но это все Можно помочь Вылечиться Ну а надо обратиться К врачу И получить Возможное направление На медицинскую реабилитацию В том числе Ну и вообще Мне кажется Что вот наш эмоциональный статус После перенесенной инфекции Вообще рушится напрочь И где искать поддержку в этом Кроме как у специалистов Наверное Действительно негде Хорошо Ответили на вопросы Прямо следующий От Марины Правда ли Что снижение веса Может привести К нормализации давления Но объясните В чем заключается механизм Да Действительно Снижение веса Снижает артериальное давление За счет нормализации Давления у человека За счет того Что сосуды работают Так как нужно Механизма Объяснять очень долго Нашей передачи не хватит Это проводились Длительные исследования На многих тысячах людей И пришли к выводу Что да Действительно Это помогает Задумываться Почему Сейчас вот у нас Время такое Мы все хотим Это понять Но иногда Некоторые постулаты Надо просто принять К тому Что надо Питаться лучше Надо снизить вес Надо заниматься Физической нагрузкой Ведь очень многие Как бы Параметры у нас Не вызывают От вопросов Что надо жить Надо отдыхать Иметь полноценный отдых Сон в конце концов А не сидеть За компьютером И с телефоном Поэтому Вот эта нормализация Она поможет Нашим пациенту Каким-то образом Его снизить Ну то есть Вес снижать просто Надо и все Да дорогая Марина Вот снижение веса Нормализация давления Благополучная беременность В общем этот лишний вес Который кажется Непобедим просто Ну у женщин Гормональные проблемы Очень часто к этому Приводят И психологические Отсутствие блинов Булочек И жареных гусей Сейчас пост Ужасная жизнь Ужасная Валентина Ивановна Спрашивает Слышала Что при некоторых Болезнях сердца Могут выписывать Драгостоящие лекарства Бесплатно Правда ли это И как узнать Какие мне положено Болею гипертонией Иногда ритм срывается Дают бесплатно Что ли лекарства Да У нас разработана Большая программа Льготного лекарственного Обеспечения Есть С 2020 года Стартовала программа Для неинвалидов После перенесенных событий После инфаркта Миокарда Инсульта После перенесенных Стентирования И коронарного шунтирования Есть определенный набор Препаратов Которыми Пациенту Выдаются бесплатно На срок Вот сейчас Эта программа До двух лет Продлена В том числе Огромная Региональная программа Для того Чтобы вам Ответили Какие препараты Вам положено Нужно обратиться К поликлинику Для того Чтобы определить Статус льготности Во-первых Какие вы имеете Право На какие льготы Потому что Инвалиды И пациенты Не имеющие статуса Федерального льготника Они имеют Разный набор препаратов Поэтому Это может сказать Только врач Главное Что мы сориентировали Валентину Ивановну Что для определения Этого статуса Опять пообщаться Видимо С участковым терапевтом Главное Что такая возможность На самом деле Реальна Дмитрий У деда Стал редкий пульс Пишет он Один раз Даже сознание потерял Сказали Нужен стимулятор Поставить Не опасно ли это В его возрасте Здесь Точная дата 81 год Может вообще Обойдемся таблетками Нет Вот здесь Как раз ситуация К вопросу Нашего редкого пульса О том Что здесь Не только он Редкий Но и есть клиника То есть Наш Дедушка Получается Потерял сознание В этот период То есть Это уже Синкопальное состояние Возможно Что в этот момент Операция необходима Конечно Был редкий пульс С возрастом За счет жесткости Сосудов Нарушается питание Мозга Поэтому Для того Чтобы минимизировать Если врач Принял решение О том Что необходимо Поставить кардиостимулятор Значит его необходимо Поставить Тут Наоборот Когда он будет Имплантирован Пациент Он почувствует себя Совсем по-другому У него улучшится Кровообращение И пульс будет Не меньше 60 Для того Чтобы полноценно Кровоснабжать И вот возраст 81 Для подобных Манипуляций Не ограничение На самом деле Ограничений По возрасту Сейчас нет Ни для чего Прекрасно Юрий Беспокоится О своем отце Он заболел У него инфаркт Ему поставили стенд Запретили курить А он курит И курит Очень много лет Нервничает Из-за этого Может еще хуже быть Если резко бросит Что делать А получится ли Резко бросить Бросать курить Надо в любом возрасте Потому что Отказ от курения Снижает риск Сердечно-сосудистых Заболеваний В два раза Ни одной таблетки Самой лучшей Самой дорогой Такими свойствами Не обладает Поэтому Бросать надо было Не тогда Когда уже случился Инфаркт И уже поставили Стенд в сосуд А бросать Надо было Давным-давно Для того Чтобы защитить Свои сосуды От атеросклероза Сердце У нас важный орган Но атеросклероз Это процесс Универсальный Точно такие же Процессы Как в сердце И в голове И в ногах И в почках Поэтому Здесь Курение Особенно курение Женщин Это вообще Просто Удар По организму Ведь проводили Исследование О том Что в течение 30 минут Снижается Концентрация Кислорода В крови Сатурация Которую мы сейчас Все естественно Знаем В связи с ковидом Повышается давление Учащается пульс Ничего положительного Курения Организму не приносит Поэтому бросать надо В любом возрасте И то, что это произошло Скажем так Уже после острого события И слава богу И ваша задача Сейчас Поддерживать Отца В отказе От курения И помогать ему Вот В этом желании И есть еще сейчас Препараты Для отказа От курения Озвучивать Как бы не буду Обратиться К врачу Одна даже передачу Мы посвящали Как избавить Тому Как избавиться От этой привычки Юлия Владимировна Прям последние минуты Отчитывает Эфир наш Вопросы Прям любопытные Есть Поэтому Так конструктивно В телеграфном стиле Хорошо Быстро Инна У бабушки Мама гипертония Грозит ли Ей Этот диагноз Можно ли этого избежать Сейчас ей 31 год Пока в норме Пишет она Гипертоническая болезнь Может передаваться По наследству Предрасположенность К ней А вот когда В каком возрасте Это произойдет Конкретно у вас Все зависит От того образа жизни То о чем Мы говорили выше От еды Нагрузки Отдыха И всего остального Поэтому Да Вопрос Надежды Слышала про кардиодиспансер В областной больнице Кого там принимают Как попасть на консультацию Чтобы попасть в кардиодиспансер Необходимо направление Из поликлиники В кардиодиспансер Через систему Нашу региональную Медицинско-информационную систему ЕГИС Там запишут на прием Кардиологу Работает у нас 12 кардиологов Есть специализация У каждого кардиолога Поэтому уже на месте Мы можем разобраться Кому направить Эдуарду 48 лет На всякий случай Он хотел бы Сделать коронографию Посмотреть Нет ли проблем с сердцем По его собственному желанию Это можно сделать? Нет Есть Так как это инвазивная процедура Делать ее В отсутствии клиники Просто по желанию Знаете, какой уровень ответственности У Эдуарда? Да Сейчас есть Такие Исследования Неинвазивные Которые могут Просмотреть Сосуды сердца Отлично Есть альтернатива Да В кардиодиспансер Для того, чтобы Их назначили Людмила У деда Обнаружили сердечную Недостаточность Сказали ограничивать Жизнь Сколько же ему Можно пить воды В такой ситуации Деду 75 лет А давление 140 на 80 Пульс 68 Количество выпитой жидкости Зависит от многих Как бы проблем У человека Ну, скажем так Летом Жидкости побольше В силу того, что Жидкость испаряется Через кожу А зимой Это нужно Смотреть Тот диурез То есть то количество Выделенной мочи Который Пациент И количество жидкости Должно быть Меньше на 500 мл Прямо буквально На уровне Да или нет Юлия Владимировна Татьяна Сергеевна Спрашивает У меня часто бывает Давление 150 на 70 Что делать В такой ситуации Нужно ли его снижать Если я чувствую При этом себя нормально Нужно Да Давление Александра Слышала Знаете, что мы с вами Сегодня Прямо вот В финале Рабочего дня Большие Прибольшие Молодцы Потому что мы Успели Вот Инструктивно Поговорить И ответить На все вопросы А их было Немного Немало 32 32 пациента Нашего региона Сегодня Были у вас На приеме И получили Очень важную И полезную Информацию Хочу еще раз Напомнить Друзья мои Что сегодня Мы с вами Имели удовольствие И счастье Общаться С главным Кардиологом Регионального Мездрава Юрия Владимировна Золотовой Следующая передача Через неделю Я знаю это Совершенно точно Прощаюсь И очень прошу Пожалуйста Не болейте Внимание Гипертония Вы в группе риска Если курите Злоупотребляете алкоголем Мало двигаетесь Подвержены стрессом Имеете лишний вес И вам больше 40 лет Артериальное давление Более 140 на 90 мм Фртутного столба Угрожает жизни Осознайте Опасность гипертонии Я хочу Чтоб ты не заболел Пап Сделай прививку Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова